Сегодня я хочу рассказать о невероятно красивом кустарнике, который выглядит декоративно в течение всего теплого сезона. У него привлекательная округлая крона, которая в пик цветения сплошь усыпана яркими цветами. Это вейгела. На сегодняшний день выведено более 200 самых разных сортов с золотистой, зеленой, пурпурной и пестрой листвой, а также с ярко окрашенными розовыми, белыми, сиреневыми, пурпурными и другого цвета колокольчатыми цветами. Причем их цветовая гамма может меняться в процессе цветения. Сорта вейгелы также отличаются объемом кроны и периодом цветения. Обычно цветет вейгела дважды в год. Первая волна самая обильная и начинается в мае-июне. Вторая происходит в конце лета, в начале осени. Это очень красивая и обильно цветущая культура, с помощью которой вы легко сможете украсить свой сад. Но сегодня я хочу становиться на совершенно уникальном новом сорте, который удивит вас своей яркостью цветов, их обилием и длительным сроком цветения. Это вейгела All Summer Red. Перевод названия звучит как «Все лето красное». И так названа эта вейгела совершенно не зря, потому что она способна цвести практически беспрерывно уже с конца мая и по октябрь, в зависимости от региона произрастания. Данный сорт был выведен в Нидерландах путем скрещивания сортов Red Prince и Evita. За свое невероятно щедрое обилие цветов, растянутые сроки цветения, а также безупречный чистый красный цвет, All Summer Red был награжден орденом Королевским Садоводческим Обществом и отмечен наградами на международной выставке Плантариум. Это карликовый кустарник с компактной и плотной кроной. Его очень удобно выращивать в любых, даже самых маленьких садах, на переднем плане клумб и в контейнерах. При посадке в открытый грунт данный сорт только к 5 годам достигнет высоты чуть более метра и ширины в полтора метра. Вейгела All Summer Red идеально подходит для культивирования в горшках. В этом случае куст не будет превышать высотой и объемом 70 сантиметров. Такими растениями можно украсить не только садовую и придомовую территорию, но и террасу и даже балкон. Крона густая, компактная, с листвой насыщенно-зеленого цвета. Молодые листья также привлекательны своим красными оттенками. Цветение яркое и невероятно обильное. Оно происходит как на прошлогодних, так и на новых побегах, то есть выросших в текущем году. Цветки колокольчатые, чисто красной окраски. Они распускаются в соцветиях сразу по несколько штук. При теплой осенней погоде этот уникальный сорт может цвести до октября. Растения отлично переносят стрижку. К тому же данную процедуру можно проводить не только для придания кроникам пактности, а также стимуляции образования цветочных почек. Вейгелы лучше стричь сразу же, по окончанию цветения. Однако с карликовым сортом All Summer Red делать это стоит не чаще, чем 1 раз 2-3 года. Данный сорт в уходе неприхотливый. Но если вы хотите увидеть обилие красных цветов, выбирайте растением светлое и защищенное от сквозняков место. К составу почвы вейгела нетребовательная, хотя предпочитают более рыхлый и питательный грунт. А вот чего эти кустарники не любят, это сильно тяжелые, сухие почвы и застой воды в корнях. Поэтому в посадочную яму или на дно контейнера необходимо добавить слой дренажа. Вейгелы, как и большинство бельноцветущих культур, не терпят расти в постоянной тени. При нехватке света, качество цветения существенно ухудшается. Выберите для данного сорта самый видный и светлый участок, где бы вы могли всегда наслаждаться его красотой. Вейгелы хороши как сами по себе, в качестве основного акцента клумбы, так и высаженные группами. Из них можно создать красивую живую изгородь. При посадке низкорослых сортов, выдерживайте расстояние между кустами не менее полтора метра. Считается, что посадку лучше проводить весной, трехлетними саженцами. Но если вы приобретете вейгелу закрытой корневой системой, то высаживать ее можно в течение всего теплого сезона. Поскольку декоративные кустарники, особенно их редкие и новые сорта, отличаются завышенной ценой, вы можете приобрести один саженец и со временем его размножить методом черенкования. Черенки вейгелы отлично укореняются, и с этим несложным процессом вполне справятся даже неопытные садоводы. О зимостойкости сорта All Summer Red во многих источниках указывает климатические зоны с 8 по 4. Продавцы утверждают, что эти кустарники способны выносить морозы с понижением температуры до минус 35 градусов. Но при выращивании в средней полосе в первые годы молодые растения осенью необходимо высоко мульчировать. В холодных регионах ветки связывают и укрывают плотным агроволокном. Такая процедура особенно важна при выращивании вейгелы в садах с суровыми и малоснежными зимами. На территориях с мягким климатом кусты укрывать не потребуется. Более того, растения, посаженные в контейнер, с похолоданиями можно забрать в прохладное помещение или крытую неотапливаемую теплицу. Вейгела All Summer Red – это неповторимый сорт с множеством ярко-красных цветов, которые будут радовать вас уже с мая по октябрь. Такие растения заслуживают самые почетные места в садах. Они будут эффектно смотреться на переднем плане и в разных колористических композициях, например, в компании с хвойными, спироэями, рододендронами и другими кустарниками. Вейгела All Summer Red украсит также обычный газон и альпийскую горку. Где бы она ни росла, она всегда привлечет к себе пристальное внимание и украсит любой уголок вашего сада. Поделитесь своим опытом, какие сорта вейгелы растут на вашем участке. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о выходе наших новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok